Всем привет, сам Иваня Пистолет, а это значит, что настало время рубрики новости нижнего интернета. И в этом выпуске я вам расскажу, как в очередной раз умерла треш-блогерша Юлия Финес. Шо? Опять? Если кто не знает, то в нижнем интернете на протяжении всей сомнительной деятельности Юлии периодически всплывали слухи, то, что она перебрала неправильных котиков, то о ее очередном родском надзоре или что она убрала с восьмого этажа, но выжила. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою? В предпоследний раз объявление о смерти Юлии опубликовал ее менеджер в телеграм-канале, пока она мотала срок в тюрьме. И оказалось, что делал он это, чтобы поднять охваты. И вот на днях стало известно, что Финес в очередной раз сделала Роскомнадзор в больнице из-за якобы критики ее внешности и давления стен. И на этот раз, как утверждает все тот же менеджер, все серьезно. Да, серьезно? Ты не верил? Ну, честно говоря, Юлия стала напоминать уже героиню фильма Виктора Мурзякова «Правосудие Элмера». Так что ждите в следующей серии. В это воскресенье Юля собирается *** под проходящий поезд. Я лично в это не верю, а если это и правда, учитывая то, что Юля вытворяла, ну, по сути, жалко, но не от всего сердца. А у меня все. Если вы хотите жить до 150 лет, а не как Юлия Финес, то подписывайтесь на наш канал. Притом за нажатие колокольчика плюсом дается способность к регенерации. Честно. Подпишись, нажми колокол и поставь лайк. Субтитры сделал DimaTorzok